Продолжение следует... 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 В слово вместо Ubuntu можно ставить какое угодно, там, не знаю, Макось, Виндось, там, что хотите В этом стиле, наверное, разговаривать неинтересно Хотя бы уже потому, что человек, который обучился нажимать кнопку «Мне будет хорошо» Ну, кстати, любые животные, имеющие мозг, обучаются нажимать эту кнопку Рассказывать об этом совершенно неинтересно, именно в плане отсутствия перспектив Это с одной стороны С другой стороны, лично мне хочется рассказать о этом самом страшном Linux Таким образом, чтобы он в результате оказался не страшный Или, по крайней мере, страшный, но интересный То есть не подходить к этому делу уж слишком академически И рассказывать, что, ребята, это операционная система Операционная система имеет архитектуру Мы все с вами знаем Мы слушали курс архитектуры вычислительных систем, ну или не слушали И, соответственно, вот какова архитектура Linux, ну, GNU Linux как операционная система Вот его, соответственно, каноном, завещанным нами, нам завещанным классиками и так далее Короче говоря, можно было бы повести разговор так Но мне кажется, что для начала надо бы разобраться с тем зверем, который называется Linux Который перед нами здесь и сейчас появился Вот мы его видим внутри там большой или не очень большой коробочки Вот, и хотим его освоить Вот, значит, соответственно, как я планирую повести Повести разговор вот в этом семестре Первое Так или иначе мы не обойдем разговор про пользовательский интерфейс Это в голом виде абсолютно бессмысленный разговор Да, потому что это разговор про те самые кнопочки, на которые надо нажимать Я надеюсь заронить в тех из вас, в ком это еще не заронено зерно сомнения В том, что интерфейс это вообще интересная вещь Интерфейс это очень полезная вещь, потому что мы ими пользуемся Да, как переводится интерфейс с, значит, ихнего языка на наш Между мордей, да, совершенно справедливо Соответственно, если бы его не было, было бы очень тяжело управлять компьютером Вот, если он непосредственно не вживлен к вам в мозг Да, вот он этого не сделал, слава богу Ну или, к сожалению, не знаю И поэтому есть интерфейс Они очень полезны Вот, в них интересно играть Вопрос в том, представляют ли они интерес академический Почти что даже и не стоит Вот, тем не менее, мы от них никуда не убежим Второе, а может быть первое, да Мне просто не хотелось бы с этого начинать Это особенность свободного программного обеспечения как такового В представлении, ну, как это называется Лицензионно-правовом, да В представлении сообщества В представлении вообще бытования этого программного обеспечения В мировом информационном пространстве и так далее Да, свободное программное обеспечение Свободное пол Я надеюсь доказать или показать, да Доказывать там, может быть, не очень нужно Что концепции и свойства свободного программного обеспечения Очень много, если не подавляющее свойства операционной системы Но Linux диктует И из того, что можно, что нельзя И каким способом можно, а каким способом нельзя Работать со свободным программным обеспечением Из этого же следует и то, какова будет структура Linux как сообщество Как совокупного такого программного продукта и так далее Свободное пол, свободное лицензирование Даже, ну, хорошо лицензирование И сообщество Я называю темы, в общем, наверное, не в порядке их Вот реального следования по семестру А в том порядке, который мне приходит в голову Третье Для того, чтобы нам с вами достаточно хорошо ориентироваться В тех самых Linux, с которыми так или иначе мы хотим или не хотим Ну, в объявлении написано, что хотим Хотим работать Необходимо не только освоить интерфейс, которых там много Но и немножко заглянуть Ну, немножко, это значит, в достаточной для дальнейшего понимания мере Заглянуть в архитектуру Причем архитектура, понятие архитектуры Она как бы двуликая Во-первых, архитектура дистрибутива операционной системы на базе GNU Linux Операционной системы А во-вторых, архитектура того, как эта самая операционная система Из каких компонентов, каким образом она конструируется Вот когда я говорю об архитектуре операционной системы Я говорю о том, как она работает А когда я говорю об архитектуре, скажем, дистрибутива Да, вот напишу тут слово дистрибутив Когда я говорю об архитектуре дистрибутива Я говорю о том, как все эти программы, так сказать, попадают вместе Почему вообще они... Как работает, а здесь почему работает Я буду рассказывать, почему это работает Вот Это на самом деле весьма важная тема Людям, которые более или менее знакомы со спецификой свободного ПО Понятно, почему она важна А остальным я попытаюсь это дело раскрыть Вот Дистрибутив Дистрибутив В хранилище Пакеты Вот такая вот тема Что-то у нас было четвертое По плану Кто был на сайте и смотрел этот план? Там написано Кто-то был, да, я понимаю Да, значит Что-то было четвертое Про воспрещение-то оно и есть Ну да, вот это вот Я не готов посвящать слишком много тем О, информационное пространство Отдельная тема Вот Значит Это очень немаловажная тема Для того, чтобы освоить И начать хорошо ориентироваться Внутри линукса Линуксах Сов И вообще свободного ПО Там есть несколько специфик Таких Вернее, есть специфика По нескольким параметрам Главное из которых Состоит в том, что Если мы имеем дело С людьми, которые во что бы то ни стало Хотят нам впарить чего-нибудь Да, то они нам обсядут все уши Будут рассказывать Какие есть у них программы И как хорошо будет нам Когда мы начнем ими пользоваться При этом Эти люди, они же профессионалы В своем деле Они будут говорить Что у нас есть 100-500 программ И вот пользуйтесь ими всеми И вам будет 100-500 раз хорошо Да Таким никто не поверит Они говорят У нас там 5 программ Да, одна из них Значит, такая Другая, сякая И вот вам будет 5 раз хорошо Каждый раз по-новому Вот А что касается Что касается При этом Что самое обидное У человека Который вот Ну так Вырастает под этим дождиком Который на него льют Макаронам на уши Вешивают макароны И получается дождик Значит У него как раз И формируется представление Что на свете Существуют Вот эти 5 программ И возможно Еще 5 программ От конкурентов Вот А на самом деле Их на свете Существует 100-500 И Если человек Не является Там скажем Системным программистом Который программирует Одну из этих 5 программ А он просто Пользуется компьютером То Вот это вот Неориентация В области Программного обеспечения Она играет Очень злую шутку Потому что Принятие решения О том Как делать Вот как забивать Эти гвозди Да У человека В общем Очень страдает Да Вот у него есть выбор Забивать гвозди Значит Жевательной резинкой Там Воздушным шариком Башмаком Или микроскопом Да Соответственно Он выберет микроскоп Вот Сюда Сюда же Относятся Всякие Хитрости Связанные С Взаимодействием С людьми И так далее Да Еще один Важный Пункт Который Вот Смыкается Со словом Сообщество Да Что Линукс Это не только Операционная система Не только Дистрибутив И даже не столько То и другое Это в первую очередь Сообщество И если вы хотите Комфортно себя чувствовать Именно Работая с ним То вам приходит Придется работать И с сообществом тоже Стать его Участником Насколько активным Это уж Как вам Заблагорассудится Вот Пожалуй Эти четыре темы В разном объеме В разном порядке Будут Представлены Во время спецкурса Но Но У всех этих Четырех тем Есть некий Некий Недостаток Который бы Мне хотелось Ну по возможности Изживать Поход Недостаток Вот такой Вот в такой форме Это всего лишь Ну что ли История Рассказ Да Нарратив такой Я буду рассказывать А бывает вот так А бывает вот сяк А свободное лицензирование Оно такое А сообщество Устроено примерно так Значит Ну и так далее Не то чтобы это было Само по себе неинтересно Но для того Чтобы Как-то Шагнуть дальше Необходимо пытаться Найти В каждой из этих тем Какой-то Ну что ли Управляющий Управляющий принцип Какой-то Какой-то инвариант Когда Проще всего Это понять На примере Как раз Сто пятьсот Программных продуктов У нас есть сто пятьсот Программных продуктов Ну или не сто пятьсот Да там допустим В таком типичном DVD-дистрибутиве Их там Порядка восьми тысяч штук Да У нас стоит Восемь тысяч пакетов Вот Если мы пытаемся Запомнить все восемь тысяч Ну то есть Одно из двух Либо мы Нет Одно из трех Нет Одно из двух Потому что Либо мы не запомним Либо мы сойдем Сама Либо мы уже Сошли с ума Поэтому значит Это какой-то Неправильный подход Это значит Что Разговаривая Про программные продукты Вот Про пакеты Да Надо говорить Не про Все пакеты По очереди И не даже Не даже Не про самые важные А про какой-то Инвариант Какой-то Какую-то Какую-то Какой-то Управляющий принцип Который позволит нам Не запоминать Не изучать Все кнопки На свете Не изучать Все программы Ориентироваться В этом информационном Пространстве Походу Надо понимать Как это делается И потом уже Находить решение Вот Я назвал это Поиском инварианта Хотя Возможно Это не самый лучший Не самый лучший терм Потому что инвариант Имеет там Достаточно четкие Математические определения Если бы я был Чуть-чуть более Ну Наглым Я бы это назвал Управляющим принципом Впрочем Я так уже сделал Ну значит Я и есть Через чернаглый Вот Значит Напишу инвариант Вот Этот инвариант Нам пригодится В будущем Ну эти инварианты Потому что Там будет много Некоторых Таких вот Законов Незаконов Принципов Непринципов Обобщающих наблюдений Вот Когда мы будем Разбираться Уже не с тем Как пользоваться Этим самым Линуксом А тем Как С его помощью Что-нибудь такое Создавать Как его использовать Как эффективный инструмент Работ Ну вот Наверное Начать стоит Как это Вначале было слово Земля была пустая Безвидная Вот где-то оттуда Начать стоит Мне кажется Я не знаю У нас Преподают ли В школе Вернее так У кого И где И в каких Процентах Школы по информатике Преподают Что-то вроде Истории Вычислительной Техники Я думаю Что нигде Или почти Нигде Вот И тем не менее Я думаю Что Многие Из вас Слышали А может на первом курсе Что-нибудь рассказывают На пятом курсе Конечно На пятом курсе Вот люди Люди Как бы Учатся Учатся А потом узнают Что Чему это они учились Вот Значит Точно На пятом курсе Значит История Учислительной Техники Насчитывает В общем Не одну сотню лет Да В том числе И Управляемый Вот В смысле Компьютер Который Выполняет Программу Такой Довольно Известный Был товарищ Чарльз Бэббич Который Вслед Прочего Изобрел Знаете Что Штангу Которая Прикрепляется Впереди Паровоза Чтобы Сбрасывать С рельс Трупы Коров Вернее Они еще Не трупы Пока На них Не наехали А потом Значит Их Сбрасывают С рельс Вот Потому что Если Корову Засосет Под паровоз То Это Обороте Он Придумал Частные Железные Дороги Собственно Он Придумал Как Делать Ценообразование На билет Он был Такой Очень Чудоковатый Товарищ Так вот Он Изобрел Знаете Что Он Изобрел Электромеханическую Вычислительную Машину А может Быть Даже Парамеханическую Я не Помню Были Там Электрические Части Или Нет Вот Она Была Вся Значит Из шестеренок Он Даже Почти Построил Но К сожалению Это Было В позапрошлом Веке Не В середине Он Дружил С дочкой Байрона Так Вот Походу Вот Соответственно Ничего У него Не вышло Просто Потому Что Технологии Тогда Не Позволили Даже Вытачивать Эти Детали Нормально Вот Он Только Сам Мог Это Сделать Ни Один Лудильщик Не Брался За Это Зад Вот Значит Ну Дальше Немножко Все Пошло С Развитием Технологий Побыстрее Вот Когда-то Значит Появились Первые Вычислители Вроде Этих Американских Больших Машин В 40-х годах Вот А Где-то В 50-х Уже Вовсю Штамповались Компьютеры Общего назначения Ну Конечно Понятно Что Компьютеры Общего назначения Это Был Такой Вот 20 Холодильников Таких Огромных Которые Жутко Гудели Правда Сейчас Такие Тоже Есть Но Это Другой Разговор Вот Значит И Поначалу Давайте Это Обозначим Шагом Ноль Чтобы Была Видна Динамика Поначалу Условно Говоря Время Потребное На создание Одного Компьютера Это Условно Говоря 5 лет Да Оно Примерно Соответствовало Времени Создание Каких-то Базовых Программ Которые Позволяли Этим Компьютерам Пользоваться Это Не означает Что Компьютеры 50-х Годов Были Обладали Ну Что ли Вот Ну Так Ты за него Садишься И начинаешь Им пользоваться Отнюдь Еще в 60-х Любой Человек Который Должен Что-то Сделать С компьютером Сам Его Программировал Да Вспомните Книжку Недельник Начинается В субботу Вот там Значит Как раз Очень хорошо Описан Процесс Когда Человек Который Вообще Говоря Программирование И математика Непрофильная Задача Он по профессии Мак Тем не менее Он сам Пишет программу Для того Чтобы что-то Там у себя Общипываться Вот Это было Нормальное Явление Для компьютеров 50-х Годов И тем не менее Значит Время Создания Компьютера Примерно Равняется Примерно Равняется Время Создания Операционной Системы Давайте По-русски Ну да Да Вот Лет 5 Довольно Быстро Стало Очевидно Что Это Ерунда Компьютеров Становится Все больше И если Мы Делаем 5 лет Операционную Систему То через 5 лет Она уже Будет Не нужна Потому что Через 5 лет Потребности Будут Другие Отрасль Только Зародилась И очень Очень Быстро Растет Хороший Пример Того Как Подобные Технологии Номер Ноль Создания Операционных Систем Кстати Именно С тех Пор Ведет Ведет Своё Начало Термин Операционная Система Оперейтинг Систем Да Если попытаться Понять эти слова По-английски Это что-то вроде Способ использования Компьютера Вот у нас есть Компьютер На котором Можно В кодах Программировать Ну или на Фортране А ещё его можно Использовать Как бы Как инструмент Оперейт И вот Оперейтинг Систем Это всего лишь Систематизация Способов Использования Компьютера А у нас есть Программа Печати Вы не просто Сами печатаете А у нас Компьютер За вас это делает Да Короче говоря Где-то В 60-х Было уже совершенно Очевидно Что так делать нельзя Хороший пример Это Операционная система Как же её звали Там Мультикс Которой делали Как раз Те самые ребята Которые потом Придумали Юникс Вот Вернее Они там Её делали Несколько Институтов По заказу военщиков Сделали ровно Один экземпляр Ну Что-то в этом духе Вот Оказалось Что время И человеческие ресурсы Затраченные На производство Этого мультикса Вот одного Были Ужасны Соответственно Время на его И ресурсы Которые будут Потрачены На его дипломент Они тоже были ужасны Его внедрили Он даже работал Довольно долго Вот Но больше Они так делать не стали Вот Соответственно Заказ этот сняли Разрабатывать его Дальше не стали Ребята Которые Значит Его делали Там Разбрелись Кто куда Вот Короче говоря Встал вопрос Вот Какого рода Что Как только появляется Компьютер общего назначения Должна появиться Некоторая операционная система Общего назначения Которая будет Более или менее Одинаковая На разных компьютерах Выглядеть Вот И Ровно так Появился Юникс Который Согласно легенде Значит Один из этих товарищей Надо думать Деннис Кто из них Был Кто из них Си изобрел Кен 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 Ну Деннис Ричи Кен Томпсон Кен изобрел язык Си А Деннис хотел играть В свою любимую игру Супер Стар Трек Вот Для этого Пришлось изобрести Многозадачность Вы понимаете Да Вот А еще у них была работа На самом деле Они еще писали систему Что-то документирование Там была программа Которая брала файлы В одном формате Грызла и выкладывала В другом формате Или посылала на принтер Ну короче Она была обменной Несчетной Соответственно Было бы очень здорово Чтобы эта программа работала Вот Значит Один значит Товарищей Совершенствовал игру А второй Совершенствовал свой компилятор Вот Они это сделали Причем Ведет в подвале Значит На какой-то заброшенной машине На которой мы разрешили работать Вот Потом пошло-поехало Ну За подробностями Обращаюсь Обращаю вас Значит К истории Которая Отлично изложена Вот Лежит на сайте Кто там Кого купил Я уже не помню Они там друг друга Потом покупали Очень долго Люцент что ли Купил этот кусок Беллабса Какое-то вот Странное место Не-не Беллабс Кто купил Эту лабораторию Там Купил Люцент Люцент тоже кто-то купил В общем В неожиданном месте Если вы наберете Историю Юникс Вы попадете В неожиданное место Но это будет Правильное место Потому что Это формальные владельцы Вот того контента Который Нителю сделан Короче говоря Вот они пилили Значит этот свой Юникс И даже умудрились Его перенести На машину С принципиально другой Архитектурой Вот Что Показательно Но тут пришел Великий популяризатор Науки Программирования И вообще Хороший такой Ученый По именем Брайан Керниг Сказал Ребята Смотрите Что вы делаете Вы пишете Операционную систему В кодах той машины На которой вы собираетесь Работать Вы делаете неправильно Вот значит Ты там Кен Я все время путаюсь Кто из них что изобрел Но не важно Оба изобрели У тебя есть прекрасный Язык программирования Б Будь добр Вот доработай его И напиши операционную Системную на нем Никого не волнует Что она будет работать Медленнее Потому что Пользовательские задачи Ты будешь писать Как хочешь А вот операционную систему Ты напишешь на языке Программирования И это будет означать Что когда ты Захочешь Выдрузить эту Операционную систему На компьютер С принципиальной Иной архитектурой Никакую среднюю часть А именно Утилиты работы С системой Файловую систему Ну короче говоря Вот все то Что непосредственно Не зависит от опературы Ты переписывать не будешь Ты ее просто скомпилируешь На новую архитектуру Вот и все Максимум что сделаешь Там перепишешь работу С памятью То-се Вот И где-то в 70-е годы Нет Строго меньше Да там Большой Как это пишется А это будет Не будет сдвиг влевый Черт Где-то в 70-е годы Вот это Этот подход За счет Как это называется Это называется Кроссплатформенность Да По-русски Хорошо по-русски Переносимость Спасибо Показал свою эффективность К концу 70-х годов Существало уже Несколько гнезд Юникс подобных Операционных систем Каждая из которых Собиралась и работала На достаточно большом Количестве архитектур Вот Выяснилось что Совершенно не обязательно Пять лет строить машину И пять лет строить Операционную систему Более того Базовый принцип Операционной системы В этом смысле Продолжают выживать Она существует Как бы отдельно Ее можно совершенствовать И когда у вас Совершенствуется Компьютерный парк Да Вы просто Воспроизводите На нем Имеющуюся операционную систему И ее дорабатываете Это в свою очередь Позволило Очень сильно расширить Объем Того программного кода Которая входит в понятие Операционной системы Вот И до сих пор Позволяет расширять Понятное дело Что до какой-то До какого-то До какого-то Определенного объема Смотрите Если у вас есть Одна команда Которая пишет Операционную систему Одна Да То Невозможно ее Без конца Раздувать Эту команду Если это сделать То получится Мы можем Начнет работать Закон больших чисел И у вас Будут множиться ошибки Будет Страдать Переносимость Ну и так далее Поэтому Мы можем достаточно Хорошо оценить Тот объем кода Который Можно написать Одна работающая Вместе команда По тому Сколько Разработчиков Реально ходит Допустим FreeBSD Соответственно Вот тот объем кода Который они поддерживают Или OpenBSD Объем кода Это и есть Максимум Который на сегодня Доступен Вот таким Монолитным Разработчикам Операционных систем Хотя Как FreeBSD Так и Вообще Все современные Свободные Операционные системы Разумеется Уже Не пользуются Старыми такими Технологиями Когда все сидят В одной комнате Что-то делать Какой был За этим следует Шаг вперед В дальнейшем Во-первых Надо понимать Что В те поры Когда Компьютеры были Большими А скорости Их работы Маленькими Никто еще Не задумывался О таком Волшебном понятии Как лицензирование Программных продуктов Ну то есть Ну совсем никто Почему Дело в том Что разработка Программных продуктов Это была такая Высоконаучная Научная деятельность Простите за тавтологию Да То есть Люди В белых Такие Кудесники В белых халатах Значит Программировали Что-то волшебное Непонятное Для всех остальных Людей Да Понятное Только для еще 80 человек Во всем мире Да Вот их было всего 80 А они там Что-то такое Ну в общем Я думаю Что Этих самых Квантовых информатиков Сегодня больше Чем программистов Тогда Соответственно Все 70-е годы Написание Операционных систем Это было более Или менее Университетская Деятельность Да Вот одно из самых Таких жирных гнезд Свободных операционных систем БСД Оно как раз Отличалось вот этим Такой вот Крайне университетчиной Да Беркли в качестве Заводила Еще куча всяких Организаций Которые при этом Присутствуют Понятное дело Что Эти люди Относились к своим Программам Как к Научному продукту Что делают Ученые Когда приезжают На конференцию Они докладываются Они показывают Свои разработки Они ими охотно Делятся Потому что Если Будет не 80 А 81 человек Который разбирается В проблеме Да Это большая Большая победа Это больше чем 10 процентов Прибавки Нет Больше чем процент Но не важно Да Значит Максимум Что им хотелось Это как бы Застолбить Научное первенство Я первый придумал Значит Программу для печати Документов Да Или там Я первый придумал Тот Но понятное дело Что как только Человек придумал Ему только Он испытывал Только удовольствие От того Как другие люди Что-то там улучшали Добавляли Оказывалось Что то Что он придумал Полезно Не только ему Вот И Вот эти самые Дистрибутивы Тогда появилось слово Дистрибутив Дистрибьюшн Это были такие Ленточки магнитные Где были Набуханы Все эти исходники И там какие-то бумажки С инструкцией Как из этих исходников Собрать бинарник Под вашу платформу Вот А в 70-е годы В 80-е годы До некоторой части народа Стало доходить Что это можно Очень хорошо продавать То есть Заказные разработки И внедрения Были всегда Понятное дело Да Так сказать Если есть деятельность Она кем-то оплачивается Но идея Продавать Программный продукт Отдельно От Того компьютера Отдельно От разработки Этого программного продукта То есть Написать программу А потом Ее продавать Она людям В голову не приходила Когда же Она им пришла В голову Выяснилось Две очень важные вещи На самом деле Больше Но вот Важных две Вещь первая Бизнес На продаже Программных продуктов Бизнес Весьма особенный У него Практически Нету Именно на продаже Не на программирование А на продаже У него практически Нету Никакой расходной части То есть Вы материальный Вы ничего не тратите Материально Вы Можете даже На сидюке Не тратиться А продавать Свои программы Через интернет И у него Практически Нету Критериев Которые бы Определяли А какой будет Приход С этого расхода То есть Вы берете программу Начинаете ее продавать И внезапно Ее начинают все покупать И никто Не начинает покупать Никаких критериев Кроме анализа рынка На этот счет Не существует Вот если вы Скажем Производите пшеницу То вы Ну или продаете ее Вы можете понять Что Существует некая потребность В поедании пшеницы Вот Или там В изготовлении Из нее Там Топлива Вот И вот ровно столько Вы ее продадите Да Если вы Значит Продадите Обеспечите Какое-то конкурентное преимущество Вы продадите много Не обеспечите мало Но больше вы ее не продадите Вот Что касается Программных продуктов Вот Логика Она совершенно непонятна И второе А второе Гораздо более важное Что В случае Если вы продаете Программные продукты Традиционный способ Разработки Состоящий в том Что Какие-то Ученые в белых халатах Пишут какую-то программу А другие ученые Им помогают Не годится совершенно По одной простой причине Что Вот А вдруг эти ученые Вот те другие Тоже начнут продавать Эту программу За просто так Вот Мы решили продать ее За 1000 долларов Они будут продавать За 500 А кто И кто им помешает Вы же Вот Вы же сами И передали Поэтому Где-то вот На рубеже 80-х В начале 80-х Годов Случился Такой раскол Где бы тут Его этот раскол Вот тут вот Наверное С одной стороны Продолжали Разработка Продолжала идти По старому Так сказать Университетским способом Открыто Да Открыто разработка Открыто разработка Разработка С другой стороны Появилась Ну она в общем В каком-то смысле Всегда была Да Но В данном случае Она стала Стало очевидно Что это очень эффективный Способ Способ Манипуляции Программы с печеньем Закрыто разработка Так называемая Закрытая разработка Естественно В первую очередь Подразумевает Продажу Экземпляров Программного продукта Кстати сказать Возможность Вот такой Закрытой разработки И продажи Экземпляров Программного продукта Произошла Именно За счет того Что Операционные системы Стали Ну Не скажем так Не кросс-платформы По крайней мере Стали Изготавливаться Не вместе с компьютером А для компьютеров Определенного класса Вот если компьютер У которого есть Достаточно Открытая спецификация Чтобы операционная система На нем стала работать Вот именно В силу того Что Спецификация компьютера Открыта И API Операционной системы Открыта Мы можем написать Программу Для этой операционной системы И замечательно Ее продавать И для каждой Такой операционной системы Она будет работать Да Значит Какие свойства Открытой разработки В случае Когда у нас Бизнес Связан с Продажей экземпляров Программного продукта Неприменимы Ну разумеется Свойства открытости Информационная открытость Информационная открытость Информационная открытость Соответственно Здесь ее нет Что это означает Это означает В первую очередь Недоступность исходных кодов Вот этого Святая святых То есть Если вы Кому-то показали Свою программу То с точки зрения Бизнеса Это Вы Как бы Своё бизнес преимущество Отдали товарищу Или врагу Никому нельзя Показывать Свои ноу-хау Потому что Ноу-хау Это главный Такой вот То что может Обеспечить вам Бизнес преимущество Значит Закрытый код Закрытый код Исходный код Вот Скажу сразу В противовес этому В случае В случае открытой разработки Открытый должен быть Не только исходный код Но и Сама структура разработки Техническая документация Там Какие-то приемы Стиль программирования Короче говоря Для того чтобы Вам как можно больше Людей помогли Писать программу Вы должны этих людей Привлечь В том числе Обеспечив им Комфортные условия работы Чтобы они знали Вообще Как вот с вами Заимодействовать Да Там Где что В случае закрытой разработки Внутренняя документация Такая как правило Существует Хотя не всегда Но И главное Как бы Отличие Это закрытый Исходный код Из этого Есть следствие Следствие Это означает Что Количество разработчиков Которые работают Над программным продуктом Закрытым способом Весьма ограничено Оно ограничено Ровно теми деньгами Которые компания Готова потратить На Вот конкретно Этот программный продукт Да Значит Как это написать Напишу просто Ограниченный Ограниченный круг разработчиков Ограниченный Круг разработчиков Вот Значит Еще раз Почему так? Ну потому что Раз Код нельзя никому показывать Значит существует Небольшой список людей Которым этот код Можно показывать Именно они И По какой-то причине Почему-то Не будут его показывать дальше Ну почему? Ну видимо им надо заплатить Они там что-то делают Ну пускай еще и программируют Заодно Вот Короче говоря Кстати сказать Все мы знаем Что по-разному По-разному Вот это вот ограничение В ресурсах Используют люди Которые пишут закрытый софт Ну или по-одинаковому Если с другой стороны Самый эффективный способ Это нанять много-много индусов Которые напишут Много-много-много Закрытого кода Вот Который как-то будет работать Или не будет Или вот как он будет работать Так мы скажем Что мы так и думали Мы так и придумали Вот Почему так? Это что люди издеваются Над нами Что нанимают Дешевую рабочую силу Для производства Программных продуктов Никаким образом Они тратят те средства Которые они согласны Потрать на закрытую разработку У них выбора нет В противовес этому Чем более Открыто сообщество И чем Более Более Как это сказать Эргономичная информационная открытость Потому что понятно Что Все написано в исходном коде Читай исходный код И наступит у тебя Enlightenment Вот Чем Эргономичнее Информационная открытость Вот При этом способе разработки Тем Шире Ну я бы сказал так Широкий круг Широкий круг разработчиков По сути дела На сегодняшний день И это будет пункт номер два До которого я никак не доберусь Не существует успешных Открытых проектов В которых бы люди Которые бы люди разрабатывали Сидя рядом в офисе Как правило Это люди из разных стран Не то что там Из разных кантонов Да Да вот Количество людей Одновременно Эффективно работающих Над проектом Открытым Может быть весьма большим Вот Там Я не знаю сколько коммитеров Ядро Linux Несколько тысяч Эти люди Не то чтобы там Они соблюдают Какую-то вот жесткую Кооперативную дисциплину Но тем не менее Их вклад Это в общем Результат Скоординированной работы Что само по себе Внушает Вот На самом деле Есть еще одно важное следствие Которое Нам понадобится При разговоре О Linux-based Дистрибутивах Вот о том Что называется GNU Linux Это Собственность На исходный код Смотрите В случае Открытого Способа Разработки Один из Один из бонусов Который вы можете Предоставить Потенциальному Как бы Соучастнику Потенциальному коллеге Который хочет вам помочь Там что-то дописать И эта возможность Использовать Ту программу Которую он вместе с вами пишет В его личных целях Каких угодно Вот Принято считать Что Свободная лицензия О которой разговор будет позже Свободная лицензия Как раз Предоставляет Нужную степень Предоставляет Нужное количество прав Вот этому разработчику Фактически Столько же прав Сколько и у вас Да Просто у вас копирайт На свой кусок кода А у него копирайт На свой кусок кода Вот и вся разница Вот Даже не так Авторство Не будем говорить Слово копирайт Авторство На свой кусок кода А у него на свой При этом Права Использовать То что получилось У вас равны И вы можете Там что угодно С ним делать И он может Что угодно делать Иногда с оговорками Но об этом Опять-таки позже Вот То есть С точки зрения Открытой разработки Предоставление Как можно большего числа Свобод Потенциальному Программисту В плане использования Полуполученного Программного продукта Это такой бонус Который привлекает людей В сообщество С точки зрения Закрытой разработки Напоминаем Это ведь разработка Мы говорили о бизнесе Ориентированном На продажу копий С точки зрения Закрытой разработки Значит здесь у нас Напишу Свободное лицензирование Да Вот Свободное лицензирование Вот Важно Чтобы Собственность На вот то самое Которое потом Начнет продаваться Была сосредоточена В руках корпорации Ну Там Возможно Одного человека Но таких людей Очень мало А в основном Это все-таки Конторы Да То есть Вот Если здесь Мы говорим О манипуляции Лицензиями В плане открытости Для привлечения людей В сообщество То здесь мы говорим О Святая святых бизнеса О том что без собственности На вот тот программный код Программный продукт О котором идет речь Вообще Никакого бизнеса На продаже Этого самого программного продукта Сделать нельзя Ну в смысле На продаже экземпляров Я имею ввиду Не на услугах А на продаже там Коробок Копий Скачанных из интернета И так далее Значит Как это правильно Программное обеспечение Принадлежит Собственнику Хозяину Правообладателю Есть такое слово Правообладатель Этот самый Правообладатель Определяет политику Распространения И Фактически От него зависит Разрешит ли он вам Пользоваться Этой программой Или не разрешит Распространять ее дальше Или нельзя Распространять ее дальше И так далее Слава Богу На территории Российской Федерации Пока что Вам нельзя предписать Не пользоваться программой Просто нельзя Да Конституция нам Гарантирует Право пользоваться тем Чем мы уже пользуемся Да Это не правда Мы об этом поговорим, хорошо? Не забудьте ваше возражение, потому что, когда мы до этого дойдем, возможно, вы отчасти окажетесь правы. Вы точно не правы на 100%, но, возможно, вы правы отчасти, а я тут огрубляю. Тут вопрос в терминологии, как трактовать слово принадлежит. Так вот, это очень важный пункт, который нам встретится еще много раз за семестр, в самых удивительных, в том числе технологических аспектах. Я не зря завел разговор об этом разделении практик разработки. Обратите внимание, вроде бы речь идет о чисто бизнес-решении, о решении воспользоваться возможностью существующим в законодательстве и торговать вот таким товаром под названием программный продукт. То есть, с точки зрения, по идее, это вообще никак не должно относиться к чисто производственному и технологическому программистскому процессу, как бы программисты программируют. Казалось бы, и так программируют, и сяк программируют, языки программируют одинаковые. И тем не менее, уже здесь мы видим, что тот факт, как именно будет использована манипуляция лицензиями в конце, влияет на то, как будет происходить разработка. Это очень важно. И у того, и у другого способа разработки есть свои плюсы и минусы, и они очень хорошо отражаются на программных продуктах и операционных системах, произведенных тем или другим способом. Вот об этом мы тоже, я тоже хочу поговорить, потому что это такой намек, как бы такой вот заявка на инвариант. Вот это разделение всегда будет. Со временем оно будет только усиливаться. Прошу заметить, это разделение не в качестве программного продукта, как таково. Есть плохие, вот эти плохие, а эти хорошие. Или эти плохие, а эти хорошие. Нет. Но внутренние потребительские свойства будут разные, потому что сам технологический процесс раз. Вот. Это надо понимать. Теперь возвращаемся вот к этой табличке. Смотрите-ка. Это произошло, как я уже сказал, в 80-е годы. Что произошло с тех пор? С тех пор произошло как минимум две очень важные пахальные вещи. Вот. Одну из которых я уже упомянул. Где-то, значит, в конце 80-х накал страстей вокруг того, принадлежит ли программный творческий продукт его творцу или не принадлежит. А именно так ставится вопрос. Принадлежит ли программисту программа, которую он только что написал? Оказывается, нет. И даже в России нет. Если вам платят зарплату, да, компания, и вы программист на зарплате, то то, что вы напрограммировали, принадлежит вашей компании, не вам. Вот. Вот если вы дома напрограммировали, spare time, да, то, что называется, вот тогда, пожалуйста, вы собственник. Если вам платили за это деньги, да, вы были программист на ставке, тот код, который вы написали, вам не принадлежит. Это творческий продукт. Точно так же, как если вы писали, там, не знаю, сценографию, будучи штатом сценографом, там, балетного театра. Этот творческий продукт принадлежит театру, который вам платит зарплату за это дело. Вот. Так вот, к концу 80-х годов накал страстей по поводу того, принадлежат ли программы программистам, достиг апогея, и люди стали выдумывать инструмент. Люди, я имею в виду, в первую очередь, сами программисты. Причем такие наиболее деятельные из них, то есть те, которых этот вопрос сильно волновал, да. Вот есть люди, которые просто порождают некий код, да, его никак не волнует, там, вот, кукушка подбросила яйцо, да, это яйцо, как будто оно вырастет, а кукушка это не волнует. А есть люди, которые своими программами, они холют, лелеют, а потом выясняется, что они даже показать никому не могут, потому что это не их, и нельзя показывать. Вот. Короче говоря, было предпринято несколько попыток изобрести некоторую защиту от программного продукта, от его, как бы сказать, отторжения от автора. Вот. И совершенно закономерно такая защита нашлась на том же самом поле, на котором, собственно, действовали люди, зарабатывающие на продаже программных продуктов. Как происходит официально, закономерно, как происходит торговля программным продуктом? Очень просто. У программного спечения есть правообладатель. У программного спечения есть правообладатель. Он определяет условия распространения. В этих условиях черным по белому написано, что распространять программу, которую вы получаете на руку, просто нельзя. Вот. Из чего... Будьте здоровы. Из чего непосредственно следует, что вот, поскольку вам нельзя распространять эту программу, а ему правообладателю можно, то вот как он придумает ее распространять? За много денег, за мало денег. Бесплатно, но вы должны ему сплясать за это. Как он придумает, так и будет. Вот. Соответственно... Танец живота. Соответственно... Что-то я задумался о танце живота и избился с темы. Соответственно, это все, включая танец живота, по крайней мере, в англо-сатсонском праве, можно сформулировать в виде такой лицензии, которую, собственно, вы и покупаете. Фактически вы покупаете не программный продукт, потому что ничего из того, что он состоит, вам в результате принадлежать не будет. Вы покупаете некий особый вид лицензии на использование этого программного продукта. Если хотите, берете его в аренду. Соответственно, эпохальное событие начала 90-х годов это изобретение лицензии, которое бы не запрещало, а наоборот устанавливало законодательно достаточную степень свобод при использовании программного продукта, который разрабатывается открыто. Таких лицензий на сегодняшний день много. Большинство из них валидные, как это по-русски, действенные в российском правовом поле. Об этом мы тоже будем говорить. Но самое главное, это вообще изобретение свободного лицензирования, которое так или иначе положило конец бесконечным спорам и претензиям, кто у кого чего украл. Точнее, не так. Споры и претензии, они вот буквально когда затихли? Последний раз, когда из мертвых воскрешалась Santa Cruz Operations. Значит, они еще не затихли. Некоторые undead, я не знаю, как это по-русски сказать, компании, я знаю перевод как «немертвые». Так вот, есть некоторые немертвые компании, которые до сих пор пытаются эксплуатировать вот это вот. А вот Unix все-таки кто написал? Даже не так, кому принадлежат права на исходный текст Unix и нет ли в Linux исходного текста Unix, права на котором принадлежат кому-нибудь вот этим немертвым восставшим из могил. Вот. На сегодняшний день все-таки это уже не актуально, потому что дисциплина лицензирования, это вещь на сегодняшний день понятная даже в университетах, которые последние, так сказать, очень долго они упирались и говорили, вот моя программа, какая лицензия? Я ее написал, это моя программа. Вот. На сегодняшний день передовой край такого Рубилова это патенты. Ну, об этом и сейчас говорить не будем. Но сейчас Рубилова по патентам просто редкостные происходят. Да, это первое, что произошло за это время, это произошло еще в начале 90-х, наведение, так сказать, ну, началось наведение дисциплины в области лицензирования. Второе, что происходит повсеместно и, собственно, оно тоже началось с конца 80-х и начала 90-х, это объединение всемирного информационного пространства в большую информационную сеть. Интернет. Вот. Почему это важно? Это важно вот здесь. Когда у вас есть возможность привлечь практически любого человека к разработке вашего программного продукта, просто потому что ему он нравится, нужен, не нравится, но нужен, и он может внести свой вклад, информационная связность, возможность этому человеку сидеть дома, попивать чаек после работы или вместо работы и вносить общий вклад в общее дело, да, эта возможность, она колоссально дает, колоссальный эффект в случае открытой разработки. Вот. На сегодняшний день успешные, повторяю, открытые проекты устроены так, что там работают люди со всего мира. Даже есть там пять человек, обязательно среди них найдется там американец, китаец, европеец. Нет, китаец не всегда. Китайцы только в последнее время просачиваются. Раньше с китайцами там была великая китайская стена и все было страшно, а сейчас вот получится там. Русских могут, кстати. Им делать нефига. А? Индусов мало, как ни странно. Да, у них нет свободного времени, они сидят и программируют. Нет, реально, что вы думаете? Я вот как-нибудь почитаю, там есть какие-то цифры, вот это ихний город. В последнее время индусы активизируют фоник сок-троллинг, они с пачками ходят. А, да, сок-троллинг, да, да, да. Они затролли весь Google Summer of Code, это точно совершенно. Они туда валят, говорят, а мы вот за ваши деньги что-нибудь такое напишем богомерзкое. Ладно, не забывайте меня с мыслью. Вот это последнее на самом деле очень сильно повлияло на то, о чем мы говорим. Смотрите, теперь вопрос пойдет не об времени создания, ибо имея в своем распоряжении возможность привлечь целое сообщество к созданию операционной системы, да, мы уже не будем говорить о том, что время создания очень большое. Вот. Теперь у нас речь пойдет об объемах. Повышение информационной связности и, так сказать, совершенствование технологий в области именно открытой разработки привело к тому, что… давно уже никто не пользуется голыми операционными системами вот без ничего. Вот если раньше operating system – это и была система использования вашего компьютера от начала до конца, то сейчас такая вот base system, базовая операционная система – это то, чем пользуются только совершенно отъявленные гики. вот. Или люди, которым… задачи которых лежат вот внутри этих самых базовых операционных систем, да, на сервер поставить, там, не знаю, что у нас входит… DNS. Дехцепы. Дехцепы. Вот. Базовая операционная система. Все. Да? Вот если в этом, так сказать, в этом и состоит ее назначение, то вот да. пример из современной жизни, пример устройства, на котором стоит базовая операционная система. Можете привести? Кофеварка? А? Кофеварка? Кофеварка? Которая сама не заказывает? Нет, пожалуй, я еще не видел кофеварки с операционными системами. Нет, потому что там, скорее, прошивка, то есть там однонаправленная. Я думаю, что какой-нибудь машетизатор. Вот коробочка с машетизатором, там стоит, если Linux, то в минимальной комплектации, так сказать, вот просто берутся все базовые, бизи-бокс, да, базовые компоненты собираются туда и все. Вот это такой вот пример, когда никаких сторонних приложений там и то стоит, какой-нибудь динамик DNS клиент, что-нибудь такое вот. Да-да-да-да, веб-интерфейс. Ну вот. Короче говоря, на сегодняшний день, и это, собственно, самое важное, самое важное в том, что люди голосуют ногами. Может они случайно сюда пришли? Вот. Значит, самое важное, что следствие вот объединения информационного пространства в том, что объем операционной системы существенно меньше, чем объем дистрибутива. дистрибутива. Вот. Насколько существенно? Опять-таки возьмем традиционные операционные системы, разрабатываемые традиционным образом. когда есть команда разработчиков операционной системы и команда разработчиков, которая ведает всем остальным программным обеспечением. Объем дистрибутива того же FreeBSD что-то типа без ничего, без единого пакета. порядка 90 мегабайт, что ли. Ну, вроде того. Объем, количество единиц, количество пакетов в хранилище FreeBSD 24 тысячи. Никто никогда их все не собирал в бинарном виде, потому что мест, я думаю, не хватило бы. Вот. Ну, то есть вот суммарный объем хранилища CZIF бинарного что-то типа там гигабайтов, наверное, 20. Да. То есть вот это вот строго больше, это реально очень сильно больше. На пару порядков. Вот. Это, почему это тоже прорыв? Потому что мы, в смысле мы сообщество, да, не мы какие-то вот отдельные мы, а мы все, научились эксплуатировать открытую разработку таким образом, чтобы преодолевать вот этот закон больших чисел, в данном случае не больших чисел. А закон, когда все растет, вот, всего становится все время больше. Да? То, что в результате попадает на компьютеры, к нам, да, вот тот самый вот GNU-Linux, это не операционная система. Это результат установки дистрибутива, функциональность которого на пару порядков превосходит функциональность операционной системы. Потому что там полным-полно прикладного программного обеспечения, не являющегося Linux-ом ни в коем не имеет. Таким образом, возвращаясь к теме нашего спецкурса целиком, мы с вами будем говорить, как это у классиков, речь пойдет о хоббитах. Речь пойдет о дистрибутивах. Вот об этом. В первую очередь. Потому что это, ну вот согласно этой картинке, на сегодняшний день передний край самоорганизации разработчиков. дистрибутив. Вот. Понятное дело, что в понятие дистрибутив входят и системные компоненты, и прикладные компоненты, и интеграция этих компонентов, чтобы получилось работающее нечто, да. Но говоря о программном обеспечении Linux, мы говорим о том, как устроен, работает, какие предоставляют возможности пользователю и как строится дистрибутив. Вот. Опять-таки, забегая вперед, намехну только, что вот такое вот, вот это вот, вот это вот, стало возможным только по причине, скажем так, загнодательно возможным, только по причине того, что все программное испечение, которое входит в состав дистрибутива, свободно. Кстати сказать, в последнее время, я не знаю, 5 лет назад, по-моему, не существовало такой практики, стали изобретать дистрибутивы несвободных программных продуктов, абсолютно пиратские, то есть совершенно. Я думаю, многие из нас такое знают. Как поставить венду? Зверь DVD. О, я слышал, я знаю, некоторые, некоторые, некоторые понимают, о чем я говорю, да. Вот. Это дистрибутив. Эти люди додумались до понятия дистрибутива. Это не прошло и 20 лет. Прошло. Уже прошло 20 лет, да. Первый дистрибутив, первый дистрибутив BSD, извините, это уже 80-й год. Прошло 20 лет. Вот. Ну, правда, если к ним придут люди в погонах, да, то они, так сказать, уйдут не одни, а с деньгами. Да. Ну вот. Вот такая история. Значит, что в этой истории должно нас настораживать? Или, по крайней мере, на что я хочу обратить внимание в истории? Возможно, это мой пристрастный взгляд, да. То есть я лучше разбираюсь вот в этом, и поэтому лучше вижу динамику вот в этом. Но на сегодняшний день у меня есть подозрение, что закрытый способ разработки теряет динамику. Он не совершенствуется. Все методы, которые приводят к быстрой закрытой разработке, они, грубо говоря, испробованы. Их все уже придумали. Последний, так сказать, в этом плане такой технологический прорыв было изобретение виртуальных машин и переход на них, да. Вот. Если мы говорим о дистрибутивах, а не уникальных сервисах, типа Google, то на сегодняшний день закрытый способ разработки не имеет... Ну, никто еще не придумал, как его гениально сделать еще более эффективно. Что же касается открытого способа разработки, то он пока не исчерпал своих возможностей. Именно этим объясняется неожиданный прорыв на рынок Linux-based операционных систем. Неожиданный в том смысле, что, в общем, ну, неожиданный. Непонятно с чего вдруг, значит, там пять лет назад человек, который пользуется Linux-ом, это уже сразу было понятно, что он как бы будущий админ, там, это как минимум, да, так сказать, хороший программист, там, и вообще у него там семь пязей во лбу. Вот. Ну, я преувеличил, конечно, но тем не менее. А сегодня, в общем, человек может знать, что такое Ubuntu и не знать, что такое Linux. Реально. Вот вижу, даже народ не смеется. Видимо, некоторые тоже не знают, что такое Linux, но знают, что такое Ubuntu. Вот. Значит, по всей видимости, какое-то будущее вот за этим, за этой стороной, так сказать, это называется светлая сторона, а та темная, да. Вот у светлой стороны есть какое-то будущее. Вот. Еще раз повторяю, ресурсы по организации сообщества далеко не исчерпаны. Любой Linux-сообщество на сегодняшний день, ну, в общем, сразу понятно, что если эту энергию в мирных целях использовать, да, то можно достичь в 10 раз больше. Вот. Вот такая история. Значит, сколько там времени? Еще 15 минут. Значит, я предлагаю сделать паузу. У нас нет никакой такой специальной темы на 10 минут. Я думаю, что нет. Да. Вот. Ну, потому что сейчас уже не надо рассказывать ничего такого, вот такого. Можно я разойтись. Нет, минутку. В любом случае надо поговорить еще об организационных вопросах, потому что те из вас, кто не учится на факультете, но пытался сегодня сюда попасть, могли испытывать трудности. Вернее, испытывали трудности. Значит, от вас требуются не только паспортные данные, но и фотографии. Какого размера? Любого. Но так, чтобы после того, как из них выражат прямоугольник 3х4, там осталось лицо. У меня бабушка рассказывала историю в 30-е годы, не было практики измерения фотографий в миллиметрах и сантиметрах, а они называли бюст, рост и портрет. Вот. И один ее приятель поверг фотографа просто вот в состоянии близкой к истерике, когда пришел и сказал, сделайте мне, пожалуйста, бюст с ногами. Вот. Он имел в виду, что в полный рост, но размером фотографий под названием бюст. Вот. Хорошо. Значит, давайте вот о чем поговорим. Давайте поговорим о... Я поведу некоторый соцопрос. В смысле, два соцопроса. Первый соцопрос стоит в следующем. В принципе, в принципе, я бы хотел с будущего семестра, когда мы будем изучать уже такие, ну что ли, пальцевые технологии, то есть что-то, что можно попробовать руками, не на своем компьютере, а где-то, так сказать, какие-то хитрости, все остальное, устроить что-то вроде практики. Проблема с практикой стоит в следующем. Я не имею слишком много возможности бывать на факультете, а практика – это такая штука, которую нужно долго и муторно готовить, вот, и долго и муторно заниматься. У меня возникла не так давно шальная мысль устроить практику в онлайне, но как бы, как это по-русски, виртуально. В чем это будет заключаться? Где-нибудь мы заведем сервер, который будет служить двум задачам. Первое – это люди, у которых нету домашней возможности попрактиковаться, будут практиковаться на нем. А второе – это та часть практическая, которая будет предназначена для обучения, то есть когда придет какой-то преподаватель, что-то будет рассказывать. Это где-то уже совсем вечерком люди подключаются к серверу и смотрят, как все это происходит, общаются друг с другом. Единственное, что, значит, почему, собственно, соцопрос? Мне бы хотелось узнать, во-первых, есть ли желание в такой практике поучаствовать? И во-вторых, как вы отнесетесь к тому, что она будет часов в одиннадцать? Почему? Я знаю, что многие засиживаются за компьютером и гораздо до позднего, более позднего утра, вот, не только до одиннадцати вечера. Но проблема стоит в том, что вот, допустим, я до этого занимаюсь всякими семейными делами, и вот никак, да? А после до одиннадцати уже у меня все девицы спят, и я могу сесть к компьютеру и что-то такое поделать. Какая-то такая технология? Обычная, час-полтора. Ну, не до трех ночи, нет. Нет, ну кто хочет? Ну, это, знаете, это красные глазики, глазики красные и все такое. Вас будут дразнить красноглазиками. Так, собственно, это пункт номер ноль, а теперь пункт номер один. Традиционно на первой лекции я собираю таких вот розовых слонов. А именно, вот у нас заявлен некий план спецкурса. Если у вас есть какие-то пожелания более или менее соответствующие этому плану, не обязательно более, можно менее, будьте любезны, напишите на бумажки. Эти бумажки или пустите бумажку по кругу. Нет, лучше напишите каждую на бумажке. Эти бумажки сложите на стол. Я их почитаю и на основании этого скорректирую то, о чем будем говорить. Пунктом номер ноль в этой бумажке должен быть ответ на вопрос. Интересно ли вам поучаствовать в практике? Только будьте любезны, так сказать, ответьте честно. Потому что понятно, что халявное шоу никому никогда не было в тягость. Вопрос именно поучаствовать. От вас попросят какого-то отчета на эту тему. Вы понимаете? И насколько вот время, так сказать, поздний вечер, оно для вас приятно. Это пункт номер ноль. Соответственно, что? Как хотите. Нет, то есть, если мне напишут что-то вроде, я не проще участвовать в практике, желательно лично, то анонимность этой записки будет абсолютно бессмысленная. А в 11 часов можно? А в остальном как красить? Единственное, что не надейте, что это будет вот прямо завтра, да? Потому что там еще есть техническая сторона. Но вот вопрос именно. Все. Значит, мы занимаемся розовыми слонами, а в следующий раз мы с чего-нибудь начнем. Я пока не знаю с чем. Подумаем еще. Подумаем еще. Да. Конечно. Да. С этим можно вопросы. Да. Смотрите по ориентированной части. Да. Трешевский сход, премьерный ванкар, полагает, что было четко в форме экзамена. Да. Правда ли, что вы здесь натипуляция с техникой? Правда ли, что эти записи будут в общем доступе? Не, не правда. Евгений стесняется выкладывать сырые записи в общий доступ. Он хочет, чтобы они были вареные. Ну, не сырые. Как это по-русски? Готовые. Готовые, да. Хотя, по-моему, какая разница? Вот. Значит, а, да, организационные. Отлично. Значит, два замечания организационных. Замечание первое. Экзамен происходит в конце семестра. Он довольно занудный, потому что он выглядит так. Приходят люди, садятся кучками человек по 5-6, один или два из которых экзаменаторы. Я привожу кучу разных злобных экзаменаторов. Ну, или не очень злобных. И разговаривают по всему курсу от начала до конца. Соответственно, кто хорошо разговаривает, тот получает хорошую оценку. Кто плохо разговаривает, не очень хорошую. Обязательно находятся зрители, которые ничего не говорят. Они ничего не получают. Поскольку это спецкурс, то понятное дело, что... Вот. Но имейте в виду, что реально получить четверку, тройку... Вот. Для тех из вас, кто не на первом курсе и уже сдавал какие-то спецкурсы, получал пятерки на халяву, это такое предостережение. Реально получить пятерку. Реально получить пятерку. Ну, там, значит, история такая. Для того, чтобы получить пятерку, надо ответить на подавляющее большинство обращенных к вам вопросов и при этом продемонстрировать знание чего-то сверх того, что я говорил лично на лекции. Потому что, как правило, это нам на лекции не говорили. Понимаете? Да? Я могу что-то не сказать. В конце концов, это не математика. Да? Вот в математике нельзя не сказать половину формулы, а половину сказать. А здесь это, в общем, такая инженерная наука. Да? Она достаточно расплывчатая. Поэтому... Вот. Для тех, кому обязательно нужно что-то поставить, хотя бы тройку, существует специальный ход. Вы сдаёте одну тему. Там вот посмотрите на сайте. Там есть, как бы, описание. Ну, пример предыдущих экзаменов. Там одна тема. Вы можете отвечать только по ней. Вот. Ну, вот. Второе. Человек, который мне сдаст качественный конспект в электронном виде, то есть такой, который мне будет не стыдно вывесить на сайте, получает естественный автомат. Ну, в электронном виде. Опять, посмотрите, значит, как выглядят конспекты в прошлые годы. Скажем так, за них я не ставил никаких автоматов, потому что это были конспекты набираемые вот в онлайне и впоследствии не редактируют. Если вы пытались когда-нибудь набирать что-то за вектором, не редактируя потом, если пытались потом это читать, то вы меня поймёте. Если не пытались, поищите на Unix.ru, там есть такие конспекты. Это совершенно шикарный такой бред просто. Когда я это читал, мне было ужасно стыдно. Потому что я же это всё говорил. Вот. Но тем не менее, значит, качественный конспект в электронном виде, качественный это значит все лекции, и я смогу это прочесть. Вот. И как бы мы с вами не разговариваем. Вот. Вот. Имейте в виду, да, что существует такая штука, как сравнение текста. Система антиклогиа. Ну, мне не нужно, в общем. Ну, не нужно. Если вы сядете и начнёте реврайтесь, то есть возьмёте чужой конспект и его перепишите своими словами. Я вам с лёгкой душой поставлю пятёрку, если вы поймёте, чего переписали. Вы же понимаете. Вопрос в том, нужно вам это или нет. Всё-таки это просто спецкурс. Вот. Окей. Вот теперь, кажется, по организационной форме всё. Ещё раз, значит, фотографии любого размера от вас нужны. Если их не будет к следующему разу. Нет. Матовые. Значит, из глянцевой фотографии матовые делаются с помощью прозрачного лака для волос. Я сам это видел. Это делают у них там прямо в будке. Он говорит, вам матовую. Всё. Мы уже, у нас уже, да, слушаю вас. Вопросы. Да. Вопросы. 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 Вы не ответили на вопрос. окей окей за счет смотрите слугу и с некоторой натяжки может возникнуть только здесь зачем вы задавали вопрос будет ли это все правы вторую по всей видимости что-то про интерфейс командной строки будет тоже понятно да про программирование не было речи вообще и в этом семестре не будет будет через один если мы доживем до этого времени как собирать ядро в общем да все минутное объяснение всех понять и несколько лет на объяснение тех технологий в ней на изучение тех технологий с помощью которых они там эти понятия да да посмотрите там 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 стоит ссылка на на два курса предыдущих лет которые гибридом которых является вот в большом количестве не будут наша задача за за это все место выйти на тот уровень что когда когда я следующем семестре если доживем буду рассказывать про то как из линукса делать что-то как там вот система работает как там чок делают постраивать как пользоваться шелм по-хорошему так по полной программе чтобы вы уже понимали вообще чтобы вы могли взять и на своем компьютере это сделать что у меня была задняя мысль вот евгений не согласен с ней а я вот ее хочу провести в народ чтобы если у кого-то из вас возникнет желание поставить на свой собственный компьютер линукс им пользоваться чтобы вы смогли это сделать по результатам работы в этом семестре понимаешь тогда в следующем семестре у нас будет возможность общаться таскать с норов а вы хотите получить пятерку спецкорс разумеется нет не означает более того я практически веришь не означает генов они такие разные и люди так по разными пользуются вот в общем не ждите не ждите каких-то глубин которые основаны на предыдущих знаниях потому что все таки я хочу начать с ночи но я почти уверен что ну в большинстве случаев я буду рассказывать не только то что известно вот человеку который два года пользоваться ли сейчас слов окей еще вопросы где ваши сразу отлично да почему просить значит смотрите хочу 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 заметить пару слов про лфс да что было понятно лфс равна как и сборка ядра и это очень небольшой процент того что особо на сегодняшний день представляет собой гнули нас как явление по этой причине мне хочется начать вот так вот да давайте я поделюсь еще одной еще одним соображением это к сожалению планы на будущее я не очень люблю их высказывать но предполагается линейка из четырех спецкурсов вот предполагается линейка из четырех спецкурсов с выходом на коз который был по-моему прошлой осенью под названием сопровождение пакетов гнули нас то есть сначала мы изучаем использование линукс потом мы изучаем вопрос интеграции там будет как раз шелл архитектуру как операционной системы частичным программирование на шеле инструменты всякие базовые концепции ну короче говоря линукс для так сказать системщика третий семестр инструментарий средства разработки разные всякие примерно в том в том виде в котором был курс в прошлом семестре который евгений вот читал нет позапрошлого вот нет и весной опрошлого не ваш инструмент разработки и как такой вот общий итог это к курс по сборке кто-то называется сопровождение пакетов который закончится тем что у нас будет достаточно знаний для самостоятельной там условия сборки пакетов для проза репозитория в данном случае сей потому что я вот лучше то есть там будет как бы все предыдущие знания по вот такой вот задел да это совершенно не означает что вот я только на это и нацелен да просто вот такие четыре ипостаси линукс как инструментарь как среда как операционная среда общего назначение линукс как операционной системы с высоким уровнем интеграции линукс как среда для разработки и наконец разработка самого линукса вот еще вопросы да вы знаете нет то чтобы были привилегии при поступлении на кафедру вам надо договариваться с кем-то на кафедре и только я работаю раз в неделю половиной программиста вам нужно договариваться с кем-то кто работает все время целым и не программистом а кем-нибудь потолще пожалуйста ну все мы уже выжили все свое время на самом деле всем спасибо а